Пророк Малахи входит в 12 малых пророков. Малых, я напоминаю, потому что они написали не очень много, но я еще раз убедился, что каждое это произведение, каждая эта проповедь несет в себе огромный смысл, огромное значение. Поэтому действительно очень полезно изучать всех пророков. Пророк Малахи также называется печатью Господа, потому что он пророчествовал за 400 лет до прихода Иисуса Христа, до рождения Иисуса Христа. И после него следующим пророком был только пророк Иоанн, креститель, то есть только через 400 лет. 400 лет Бог молчал. И поэтому надо отнестись особенно серьезно к этому пророку. Очень важные вещи Бог сказал тогда людям, но люди не исполнили в основном то, о чем говорил пророк Малахи. И Бог тогда замолчал. Правда, Он сказал, что скоро придет, и об этом говорит пророк Малахи, но это скоро продолжалось 400 лет. Почему так долго, скоро? Во-первых, для Бога это небольшой срок, это для людей большой срок. Бог долго терпел. Бог ждал, когда, наконец, созреют люди, и когда последняя уже капля чаши Его терпения будет переполнена. И вот она переполнилась через 400 лет. Были подъемы, были спуски, были разные обстоятельства, и Бог вынужден был посылать врагов. И в конце концов мы знаем, что Иудея, Израиль был захвачен римлянами. И, собственно говоря, римляне в конце концов разрушили и Иерусалим, и храм, и вообще все-все-все остальное. То есть, причина почему? В чем причина? В том, что не послушали последнего пророка, не услышали последнего пророка, и не услышали того, кто пришел, Иисуса Христа. Отвергли Сына Божья, и все закончилось вот так ужасно и так плохо. Для нас это очень важно, потому что мы должны понимать, Бог стучится во все двери, везде стучится, если есть какая-то надежда, если Он надеется, что мы услышим, и в конце концов изменимся. Но когда Он видит, что все бесполезно, Он оставляет человека. Оставляет его, и к нему приступает сатана, и фактически уничтожается этот человек. Поэтому молчание Бога, это ничего хорошего в этом нет. Это ужасно. То есть, фактически, если Бог молчит, значит, с нами плотно работает сатана, и он очень доволен тем, какие результаты он имеет. Поэтому еще раз, нельзя этого допускать. И давайте с огромным вниманием послушаем, что говорил Малахия. Малахия переводится на русский язык как «Вестник Господа». Вестник Господа. Точных дат его проповеди мы не имеем, но приблизительно за 400 лет до рождения Иисуса Христа. Это мы знаем. Итак, пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас», говорит Господь. Посмотрите, очень строгое, очень суровое слово Бога к людям. Он начинает следующим образом. «Я возлюбил вас». «Я возлюбил вас». То есть, что мы должны вывод сделать из всего услышанного? Что не по злобе, не для того, чтобы отомстить, не по каким-то другим поводам Бог все это делает. Он это делает, потому что Он возлюбил Израиль. Возлюбил. Израиль теперь имеет имя и Иудея, потому что государство Израиля перестало существовать. И иудеи взяли себе это название и теперь Израиль. Южное царство имеет, как раньше имел весь Израиль при царе Давиде и Соломоне. «Итак, очень важный действительно момент. Уникальность этой книги пророка Малахии в том, что здесь как бы мы видим диалог Бога и человека. Диалог. Люди задают Богу вопросы и Бог отвечает сразу на эти вопросы. На сложные вопросы, на очень непростые вопросы. Чем так важны эти вопросы для нас? Потому что они точно так же относятся и к нам. Абсолютно так же. Мы являемся детьми Божьими. Он нас установил через Иисуса Христа. Всякий уверовавший в Иисуса Христа и крестившийся во имя Отца, Сына и Духа Святого также является сыном, дочерью Иисуса Христа и поэтому входит в народ Божий. И поэтому эти слова, которые Бог говорит Израилю, они обращены не только к Израилю, но и к христианам. Я возлюбил вас. Но так же, как и израильтяне, многие христиане говорят, а в чем ты явил любовь к нам? И вот интересным образом отвечает Бог на этот вопрос. Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? Однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни. Мы знаем, что действительно родились два ребенка, двойняшки. Исав и Иаков. И Библия говорит, что еще в утробе матери Бог возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. И несмотря на то, что по закону Исав старший и он должен был быть родоначальником рода, тем не менее Бог передает это главенство Иакову. И он об этом говорит его матери, что я отдаю все старшинство и все первородство младшему. То есть, тем самым он уже показывает, что есть какая-то причина разделения. Казалось бы, из одного чрева от одних и тех же благословенных родителей родились двое детей, но он почему-то одного любит, а другого ненавидит. и мы знаем причину, мы с вами ее анализировали. Иаков любил Бога и всю жизнь хранил ему верность, даже в трудные минуты, даже в тяжелых воспитаниях, даже в изгнании. Он хранил верность Богу, он постоянно общался с Богом, он постоянно приносил ему жертвы, в то время, как Исаав, он продал первородство за похлебку, он ушел от Бога, он женился на язычницах, то есть он полностью предал все, что Бог говорил, вот все, что Бог говорил, делайте, он не делал, а то, что Бог говорил, не делайте, он делал. И поэтому Бог не просто так Он его возненавидел, а поэтому Бог его возненавидел. Мы с вами христиане, и мы должны понимать, что несмотря на то, что мы казалось бы родились в Иисусе Христе все, приняв причастие, мы все принадлежим Иисусу Христу, но кто-то из нас слушает Бога, следует Его заповедям, исполняет Его заповеди, любит Господа, принадлежит Ему, а кто-то пренебрегает, презирает, отвергает, и, соответственно, несмотря на то, что этот человек принял и покаяние сделал, и принял крещение, он ненавидим Богом, именно за то, что он отверг Бога, и он тем самым хулит, хулит имя Бога, он искажает образ Божий в глазах других людей, и другие люди смотрят на этого человека и говорят, это образ Божий, это Сын Божий, сонаследник Иисуса Христа и любимый Сын Божий, вот такой этот человек, и вот за это мы должны понимать, Бог ненавидит таких людей, и они обречены на очень страшную смерть и на очень страшное будущее. Мы это должны понять, это очень важно, об этом нам говорит Малахия, об этом Бог нам говорит через этого пророка. Четвертый стих, если и дом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу и прозовут их областью нечестивую, народом, на который Бог прогневался навсегда. То есть, смотрите, мы знаем, что областью, тем местом, который владел Израиль это благословенно, это святая земля, то здесь Бог говорит, территории, которые владеют едом, это земля нечестивая, это проклятая земля. И Бог прогневался на них навсегда. Увы, мы знаем, что так и произошло. Мы знаем, что действительно Израиль в конце концов существует до сегодняшнего дня. не просто существует, потому что он тоже периодически предает Бога. Плюс в том, что он предает, но кается и возвращается к Богу. Его жизнь подобна таким колебаниям, но поэтому мы не можем сказать, что его жизнь счастливая, она полна бедствий за отступление, потому что Бог посылает наказание на свой собственный народ. Это мы должны понять. То, что мы принадлежим к народу Божьему, не значит, что Бог уберет все наказания и мы будем жить только в шоколаде и только у нас все будет хорошо. Мы будем жить хорошо, у нас все будет замечательно только в том случае, если мы исполняем заповеди Божьи, если мы любим Бога, если мы правильно строим наши взаимоотношения с Ним. Это очень важный момент, который мы с вами должны понять. Иначе Бог прогневается на нас навсегда и увидит это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Вот Бог как бы подтвердил, что да, Он любит Израиль, Он любит свой народ, Он любит потомков Иакова Израиля. Но что дальше говорит Бог? Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам. И Он начинает с кого? Он начинает с верхушки общества, с тех, кто ближе всего должны стоять к Нему, к Богу. И Он говорит сначала, священники, бесславящее имя мое. И вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Внимание, смотрите. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите трапеза Господня не стоит уважения. Многие церкви исчезают, разрушаются, терпят страшные бедствия церкви. На них нападают и их уничтожают. Наша церковь, Российская православная церковь, была уничтожена почти полностью. Почему? И вот здесь ответ. Потому что церковь бесславила имя Господа. Каким образом бесславила имя Господа? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. Что значит нечистый хлеб? Мы с вами уже говорили. Все дары, которые человек приносит без покаяния, истинного покаяния, без крови Иисуса Христа, то есть без веры в спасительную жертву Иисуса Христа, они являются нечистыми. Что произошло с Русской Православной Церковью? Все писатели наши били тревогу. Русская Церковь перестала быть верующей. в Церковь идут, потому что это выгодно. Служители не уважают Бога, потому что они прелюбодействуют с другими женщинами. Они пьянствуют, они творят беззаконие, они воруют. Естественно, Бог не мог на это так долго смотреть, и в конце концов пришли язычники, пришли неверующие люди, которые эту Церковь почти уничтожили, оставив маленький остаток. Бог всегда так делает. Он оставляет остаток. А в основном Церковь была уничтожена именно за грехи священства. Ведь все называли себя священниками. И вот пришло наказание. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благословенно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Когда был построен второй храм, восстановлен храм Соломона, то, конечно же, люди жили плохо, люди жили бедно. И они начали приносить, храм-то был восстановлен, они начали приносить жертвы, но какие? По бедности своей, хромое, слепое, больное. И что делали священники? Они снисходили, они говорили, ну действительно, плохие условия, тяжелая жизнь. И они принимали эти жертвы и потом их приносили в жертву Богу на жертвенники. Но это было категорически запрещено. Но они это совершали. Самое страшное, с тех пор прошло уже сто лет. Сто лет прошло, и люди уже нормально начали жить. Но они уже привыкли, это вошло в традицию, приносить все, что мне не подходит. На тебе Боже, что мне не гоже. Люди начали приносить самое мелкое, самое, чтобы никакого убытка и урона не понести. И священники, они это принимали. И они говорили, а почему нет, у меня такая плохая работа, я так мало получаю, все кругом бедные, все кругом нищие, приносят неизвестно что. И поскольку священники питались от вот этого жертвенника, они это нечистое съедали. Было нарушение полное того, что Бог установил. И они говорили, чем меньше они получали, чем хуже они жили, тем больше было пренебрежения к служению. И естественно, там большой труд служителя. Это надо было зарезать этот скот, очистить его до этого, потом очистить после изливания крови, приношения жертв, проведения богослужения. И они пренебрегали этим. И разумеется, народ это видел. Священники показывали пример пренебрежения к Богу, и соответственно, тем самым они отравляли окружающий народ. И вот шли годы, казалось бы, храм восстановлен, все, должно начаться процветание, но процветание не приходит. Наоборот, все хуже и хуже живут люди. И они, казалось бы, не понимают, а что происходит? Мы же жертвы приносим, мы же все делаем, как было установлено, но через Малахию Бог показывает, нет, вы не то делаете, что я вас просил, вы наоборот хулите мое имя, вы пренебрегаете мною, пренебрегаете моим именем. Малахия говорит, ну вот, если вы князю своему принесете, а князья тогда, правители были персидские, если вы персидскому князю принесете вот такое, будет ли он этим доволен, как он себя поведет? Он разгневается, естественно, значит, вы персидскому князю не несете такие жертвы, пожертвования, а мне вы, значит, несете, что я получается гораздо ниже в ваших глазах, чем персидский князь? Итак, девятый стих, молитесь Богу, чтобы помиловал вас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Сто лет прошло, евреи думали, что сейчас они вернутся и Бог восстановит их царство, уберет всех захватчиков, не тут-то было, сто лет прошло, захватчики на месте, не урожаи на месте, все плохо, и они начинают гневаться на Бога, и Бог здесь объясняет, причина не во мне, причина в вас, посмотрите, как вы относитесь ко мне, я ваш отец, вы почитаете меня, вы правильно себя ведете, почему вы ожидаете, что я вас буду благословлять, я буду исполнять то, что обещал, я обещал вам при условии, что вы будете все выполнять, но вы ничего не выполняете, чего же вы удивляетесь, лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем, лучше бы вы двери позакрывали, чтобы не позорить имя мое и свое, зачем это нужно, бессмысленны такие жертвы, бессмысленны, 11 стих, от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву, велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф, и вот здесь уже пророчество идет, пророчество современных времен, он говорит на всяком месте, помните, самарянка у колодца спросила Иисуса, а где надо правильно приносить жертвы, вот на холмах, как мы это делаем, или в храме, как вы это делаете, он говорит, скоро уже и не на холмах, и не в храме, а в сердце, да, храмом будет ваше сердце, и там вы будете поклоняться Богу, ибо поклоняться вы будете в истине, и вот Малахи это предсказывает уже на всяком месте, во всем мире нет храма, во всем мире тем не менее люди поклоняются Богу, и они приносят чистую жертву, что это за жертва? Это Иисус Христос, то есть когда мы приходим на причастие, мы приносим по вере нашей жертву Иисуса Христа, чистую жертву, непорочного агнца Божьего, то есть эти пророчества сбылись, но посмотрите, тем не менее, Малахи он во главу угла ставит поклонение Богу, поклонение в храме Божьем. Поклонение чрезвычайно важно для правильной жизни и благосостояния народов, поэтому не случайно Иисус создал свою церковь на камне сем, основную церковь свою и врата ада не одолеют ее, и поэтому совершенно не случайно до сегодняшнего дня не прекращаются служения, но важно, чтобы это были правильные служения. Действительно, апостол Павел предупреждает, если вы будете принимать жертву, если вы будете принимать хлеб и вино в виде крови и плоти Иисуса Христа, не размышляя, без размышления, без покаяния, то это не на пользу, это во вред, это грех. Поэтому очень важно относиться к причастию, очень важно относиться к нашему поклонению Богу, не пренебрегать. И роль, конечно, священника здесь огромна. А вы, он обращается опять к священникам, хулите имя его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом, говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, приносите украденное, хромое и больное. И такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоговением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Проклят, лживый, у которого в стадии есть непорочный самец, и он дал обед, а приносит в жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Особое здесь отношение, смотрите, к обету. Многие люди дают обет. Плохая ситуация, опасная ситуация, и они, испугавшись, дают обет. И потом сказано, что в обете он обещал лучшее отдать Богу. А что он отдает? Хромое, отдает ворованное, украденное, отдает нечистое. У него есть прекрасный, он говорит, самец, неиспорченный. А он что делает? Поврежденное приносит. И вот он говорит, проклят такой человек. Представляете себе, на такого человека Бог налагает проклятие. Очень надо аккуратно относиться к обетам. Если мы даем обет, мы обязаны его исполнять. Если мы исполняем эти обеты, мы входим под проклятие. И об этом говорит нам пророк Малахи. Да, когда нам было плохо, мы хотели получить. Мы были готовы на все, чтобы получить желаемое. Но вот мы получили желаемое, все у нас хорошо, все у нас замечательно. И мы очень быстро забываем о всех наших обетах. И тем самым попадаем под проклятие. И после этого удивляемся. А почему так Господь с нами обращается? А что так вот? И вроде молимся и не помогает. Почему так? Что происходит? Надо покаяться, вспомнить свои обеты, исполнить их, или начать исполнять, если мы это постоянные обеты. И тогда в жизнь придет благословение. Если нет, мы должны понять, это нормально, по слову Божьему, в нашу жизнь приходит проклятие. Ибо я великий царь, и имя мое страшно у народов. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаете или не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и проклину ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца. если церковь согрешает, если священники согрешают, то даже их благословение становится проклятием. Мы очень часто видим, что какой-то священник что-то благословляет, его призывают благослови, он благословляет, но что-то идет не так, и все это рушится, и все это лучше бы не благословлял, войны проигрываются, игры спортсменов проигрываются, ракеты не летают, взрываются, кругом проблемы. Почему? Потому что благословил священник, благословила церковь, которая не выполняет заповеди Божьи, и ее благословение, это Библия говорит, становится проклятием. Зачем тогда нужны такие благословения? И дальше он говорит, вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ним. И мы действительно видим, что увы, православная церковь во время революции как-то сразу потеряла всякое уважение со стороны людей, и те, кто вчера были верующие, они начали уничтожать служителей, разрушать церкви, грабить их, и выбросили их вообще из своей жизни. Почему? Мы все время задаем этот вопрос. Как так было возможно? Церковь служителей не исполняли Слово Божье, и наоборот хулили имя Божье перед другими людьми. Поэтому Бог со всех спрашивает, но прежде всего он спрашивает со своих служителей, если они недостойны. Поэтому всякий человек, который становится служителем, он должен понимать, что вот то, что сказал Малахия, относится к нему в первую очередь. И если он недостойный, если он неправедный, если он неправильный, бесполезны его молитвы, они не приносят пользы никому, они не приносят исцелений, они не приносят выздоровления, они не приносят улучшения в жизнь, они наоборот все разрушают и все ухудшают. Четвертый стих второй главы. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорил Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал ему для страха, и он боялся меня и благовел перед именем моим. То есть мы помним, что первый завет человека с Богом был заключен Моисеем, это был Ветхий Завет, и он там не только благословение обещал, но он и наказание и проклятие обещал. И он говорит, это необходимо, потому что если этого не будет, вы наоборот будете хулить мое имя, вы станете развратниками, самыми страшными, не боящимися ничего, потому что вы будете говорить, я сын Бога, он как-то меня откупит, он как-нибудь меня спасет, несмотря на все мои грехи, но Бог говорит, нет, не спасу, если вы достойные дети мои, буду спасать, буду помогать, буду поддерживать, если недостойные, придам вас в руки сатаны. закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его, в мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. итак, тоже очень важный стих, здесь сказано, что должно быть в устах священника, проповедника, он говорит, закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. Да, иногда проще проповеднику солгать. Да, если говорить истину и правду и пугать окружающих людей, то они будут говорить, Господи, а зачем мне идти в эту церковь, где опять мне испортят настроение? Я пойду в ту церковь, где мне его поднимут, где мне скажут, ты сын Божий, ты дочь Божья, ничего не бойся, все у тебя будет замечательно, все у тебя будет прекрасно, ты же сын, ты же дочь крестился, крестилась, все, все замечательно, ну, сходишь иногда в церковь, ну, там, что-то сделаешь пару раз, и все, и все у тебя будет хорошо, и у тебя будет и жизнь замечательной, и жизнь после смерти у тебя будет вечной, И все будет хорошо. А сейчас давайте порадуемся, повеселимся, похлопаем в ладоши, попоем и порадуемся. Конечно, люди ищут этого. Но, увы, это неправда. Это только маленькая часть правды. А полная правда – это то, что это будет, если человек ходит в Слове Божьем, если он ему поклоняется, если он его чтит, если он его уважает, если он его боится и поэтому не совершает никаких преступлений. Он меняется. Он ищет Слово. Он проникает в него до разделения составов мозгов, до разделения души и духа. Он вникает в Слово постоянно. И он знает, как ему можно себя вести, как ему нельзя вести. И исполняет. Все. Проблем нет. Тогда проблем нет. Но для этого надо слушать Слово. Для этого надо вникать. Для этого надо разбираться. И тогда Бог вас благословит. Тогда обязательно благословит. Потому что это по истине, а не по лжи. Поэтому давайте понимать, что очень часто таблетки, они бывают горькими. сладкими. Сладкими я знаю только один от кашля раствор. Его пьешь, он сладкий. В основном их покрывают оболочкой, но если эту оболочку снять, то они такие горькие, такие противные. Почему? Потому что они лечат. Потому что они лечат. И это мы должны с вами понимать. Это очень важно. Пророк Малахия, 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Уста священника должны хранить ведение. То есть священник, и в нашем случае это пастор, и мы можем сказать, что это всякий служитель Господа, он должен хранить ведение, знание. Откуда берутся знания? От изучения, от размышления. И, соответственно, священник должен постоянно, постоянно находиться в исканиях, чтобы потом вот эти знания передавать людям. Более того, с закона ищут от уст его. Мы много говорим о том, что мы вышли из-под закона, мы более неподзаконные, но мы забываем с вами, что закон никто не отменял. Закон существует. Другое дело, что благодаря жертве Иисуса Христа мы не получаем наказания за нарушение закона, потому что жертва за грех берет на себя Иисус Христос. Но, тем не менее, если мы нарушаем то, что Бог установил, его установление, то мы получаем наказание. Мы должны с вами это понимать. И более того, если мы нарушаем осознанно, то тогда кровь Иисуса Христа перестает действовать на нас, и мы попадаем под действие закона во всей его строгости. Поэтому священник, служитель Божий, он напоминает о законах, которые существуют, и которые нарушать нельзя. Мы должны это понимать. И, соответственно, если он этого не делает, если он избегает, если он просто поет сладкие песни людям, что это за служитель, что это за священник, и он будет нести такое же наказание, даже более серьезное наказание, чем все нарушители закона. И что он, обращаясь к священникам, говорит далее. «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет левия», говорит Господь Саваоф. Так многие служители, к сожалению, и поступают. «Зато я сделаю вас презренными и уничиженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприлятствуете в делах закона». И это, мы видим, произошло с нашей православной церковью. И на сегодняшний день происходит. Они, служители, к сожалению, становятся презренными, и униженными перед народом. Почему? Потому что не выполняют заповеди Божии, не читают пророка Малахию. И потом мы удивляемся, почему так плохо относятся к церкви. А вот поэтому в Библии все написано и обо всем Бог предупредил, что так обязательно будет. «Не один ли у всех нас отец, не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» Теперь это уже обращение ко всему израильскому народу, не только к служителям. Он говорит, «Вы один народ». Более того, для израильского народа они вообще родились от одного Якова и в то же время ужасно относились друг к другу. Мы, в конце концов, тоже христиане. Мы в Иисусе Христе, когда рождаемся, мы уже не иудей, не славянин, не эллин, не грек. Мы дети Иисуса Христа. Возникает вопрос, почему мы так плохо относимся друг к другу? И вот Бог говорит, «У нас же Отец один. Всех нас сотворил Бог. Почему мы нарушаем завет, который Бог установил с нами? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». А здесь о чем идет речь? Здесь идет речь о том, что, к сожалению, многие христиане женятся на неверующих, на язычниках, на халдейках, халдеях. и тем самым двое одноплоть, они начинают прелюбодействовать, потому что либо муж неверующий и поклоняется иным ценностям, иным богам, либо жена. И он говорит, смотрите, вероломно поступает такой человек, и мерзость он совершает, ибо он унизил святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров иаковых бдящего и на страже отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу. Он говорит, что в результате произойдет? Этот человек перестанет четко видеть истину и правду. И ему в его затуманенном взгляде будет казаться, что он все правильно делает, он правильно поступает, но он будет согрешать Господь и шатров иаковлевых бдящего на страже и отвечающего и приносящего жертву Господу истребит. То есть, еще раз, христианин, казалось бы, который призван служить Господу, он перестанет отличать чистое от нечистого. Только потому, что рядом с ним находится человек, который поклоняется иным богам, иным ценностям. И у человека затуманивается мозг. И что в результате происходит? Мы видим, что очень часто такие люди теряют силы, теряют верность Богу и начинают служить вместе иным богам. Именно поэтому Бог запретил жениться, выходить замуж за иноплеменников, у которых иные боги. Далее, это уже весь народ Бог обвиняет. И вот еще, что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что Он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. То есть ты предал свою жену, ты изменил ей, ты стал жить с другой, а эту ты отверг. И вот говорит Господь, за это ты и так же будешь наказан. За слезы вот этой жертвы. Потому что она, естественно, идет Господу и говорит, Господь, за что? Почему? Как такое возможно? Как такое возможно? Такое возможно, когда люди либо идут наперекор и женятся по велению своей плоти, либо вообще не думают в браке и считают, ну подумаешь, не получится, разведемся. Да, когда это не перед Господом, так чаще всего и происходит. Поэтому такое бешеное количество разводов в нашей стране и в других странах. но если ты с Господом, если ты молишься задолго и просишь, чтобы Господь послал тебе суженого, суженую, ту, которую Он желает, то тогда уже практически ты не будешь разводиться. В этом находятся благословения и христиане, потому что в основном они так поступают. Я недавно подумал, могу сказать, что хотя я не благословлял некоторые браки, но все венчания, которые произошли в нашей церкви, они до сих пор держатся. Ни одна семья, которую я благословил и которая была венчана в нашей церкви не распалась. Но тем не менее мы должны исполнять вот эти вот условия перед заключением брака. И тогда действительно браки будут крепкими. Но некоторые оправдываются. Они говорят, но не сделал ли того же один и в нем пребывал превосходный дух? Это намек на Авраама, который казалось бы предал свою Сару и получил ребенка от Агари. И вот что на это отвечает Малахи. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. То есть он говорит, он сделал это не по духу блуда, он это сделал не потому, что у него плоть там бунтовала, а потому, что он хотел потомство, Бог ему обещал, и он его своим человеческим образом хотел. Но даже здесь мы видим, что Бог это не благословил. То есть история арабов и иудеев она страшная. До сих пор там идет война, до сих пор арабы убивают иудеев, иудеи убивают арабов. Эта война идет тысячи лет. Почему? Потому что человек своим умом решил оставить свою жену, от которой Бог обещал потомство, и получить потомство от другой женщины, от рабыни Агари. И вот вам результат. Но опять же, чем оправдывает здесь Малахия? Просто желанием иметь потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступает вероломно, против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посибул, наблюдай за духом вашим и не поступай вероломно. То есть, в то же время он говорит, но если все-таки так сложилось, что ну не можете вы жить вместе, отпусти ее, но не предавай. Прелюбодеяние, когда человек лжет своей жене, в это время имея там другую женщину или даже другую семью, недопустимы. Не можете жить вместе, разойдитесь, но не поступай вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий делающий зло хорош перед очами Господа и к таким он благоволит. Или где Бог правосудия? Очень часто приходится слышать эти слова из уст христиан. Почему вот мы все выполняем, а вот эти неправедные, вот эти грешники, они так живут и жируют? Где Бог правды? Где Бог истины? Почему наказание не приходит на них, а у нас все так плохо, а у них все так хорошо? Так вот такими словами говорит Господь Бог, вы прогневляете Господа словами вашими, вы гневаете Бога такими словами, поэтому этого делать тоже нельзя. нельзя.